МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наверное, самым интересным – тювей. Тювей – это вообще очень легко. Легко до невозможности. Берется просто-напросто два белка. Два белка. Добавляется туда 80 грамм муки и 100 грамм сахара. И щепотка соли. О, тювей. О, тювей. О, тювей. Это все взбиваешь. Вот так вот. И оно выходит вот так тянучее тесто. Я бы, наверное, на мед. Вот похоже чем-то на мед. Так, Саняк, давай, трохи сюда тювиля, чтобы коричневым сделать. Хорошо, что я двойную плачу. Да, хорошо. Самое интересное, что надо вырезать формочки. Ну, заготовочки. Какой формы будут твои тювей. Тювей. Давай. Ось можно кисточкой просто брать. И... Только не сильно товсто, чтобы они тоненькие, ци тювили были. Хорошо? Виндово будет выпекаться тювей? Тювей 4 минуты. О, быстро. Успеем. Капитан у нас сегодня был идеальный. По-другому не назвать. Идеальный. У нас лучшая стратегия, как на меня. Сделать изысканные блюда с почерком каждого. Целяк сделал соус. Йогуртный. Все воно. Все воно. Я сделала муссы для десерта. Ну, вообще, в каждом блюде был почерк каждого. Николай, 20 минут. Хорошо. Так. Давайте Николаю уже презентацию делать. Мы делаем. Сейчас давайте нам допоказывают презентацию десерта. Вот, смотрите, и вот я сделал. Вот это вот так вот, смотрите. И тут я понимаю, что времени практически не остается. А мне надо делать презентацию. Тут все резко бросают свое рабочее место, берут ко мне и говорят, можно, Николай, можно? Вы сейчас будете горячкой презентацией заниматься. Вы сюда не смотрите, а пока подготовьте для горячего. Одновременно все кричат. Я говорю, стоп, 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 хватит. Все стали по своим местам. Они разбегаются по своим местам. Но при этом почему-то никто не думает о процессе. Все хотят делать презентацию. Че, мне кажется, мы выбрали. Ну, мне так кажется. Потому что у них хаос. Ну, да, наверное. Но у них классное блюдо. Это очень сильный, как говорят. У них там и мусы, и шмур. У нас тоже есть мусы. И профитольки. У нас все было хорошо. Десерт вкусный. Это стопудов, я знаю. Потому что я сам все пробовал. Я тюви пробовал. Я крамбу пробовал. Я два мусса шети пробовал. Я яблоки пробовал. Крамелизированные. Так что все с десертом идеально. Там ролл свинское просто забабахал. Просто супер. Ребята, время презентации. Не, ну вы отверто сегодня так хорошо працювали, что не можно програти, чтобы голосовать. Параллельно Оля там что-то показывает. Кулинарную мешку. Она протягивает насадку. Я говорю. Аааа. Доктора. О, Боже. Застрял. Все, у нас здесь кондитерский мешок с модификациями. Парлиц победительница третьего сезона «Мастер-шеф» с маникюром. У нее шок, она прям застряла. Она думает, что достает. Она говорит, что не достается. А дяденька доктор, он уйдет там где-то полминуты, как-то словно видно, щипчиками. И Оля такая, уже чувствует, чувствует, чувствует. Отходит, отходит. И все нормально. Оля до сих пор в адеквате. Это вообще хорошо. Может, я тоже буду делать? Конечно, конечно. Я вам сейчас показываю буквально одну твою тарелочку, все иную делайте сами. Кто все там тушит, варит, нарезает и чистит картошку, то дуже скучно. А вот делать презентацию, они кто? Я. Я. Оля, можно я буду делать презентацию? Николай, я там была, там у них рулетики какие-то обочные, профитовые. Ну, у каждого своя стратегия. Все, делайте презентацию. Помните, да? Да. Осталось три минуты. Такой стою. У-у-у-у-у-у-у. Надо очень сильно спожить. Так, все, выкладывайте туда стекла. Есть стекла? Сюда, 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 сюда немножко стеклы. И, как непривычно, считай это. Десять, девять, восемь, семь, пять. Четыре. Курица где? Я еще поскребу по сусекам, попытаюсь набрать еще. Курица все? Да. Три. Доливай, доливай. Где он? Где, где, где этот соус? Два. Багато сильно не треба, Циля. Один. Время. Ай, стоп. Команды, вы задоволені своим результатом? Да. И капитаны? Да, у меня сумасшедшая, классная команда. Даже не ожидал, что ребята так организованы, все спокойно, все взвешено, уровно вешено. Хорошо. Оля. Могли бить краще, але молодцы. Не, здорово, я задоволена, дуже дякую всем за работу. Забираю нашу Олю, забираю Николая у той команды, и мы переходим в нашу любимую комнатку для наблюдения. Это укропчики? Да. И грешка? Что их треба? Сунниты хитрые, встали не в том порядке. Николай встал напротив блюда той команды, а Оля встала напротив блюда той команды. Интересно, интересно. О, туда, идем, смотри. Видишь? Ой, моя сестричка. Влада. Ух ты. Смотри, как красиво. Сестричка с накрашенными губами, там все уже звезда, супермодель. Выходит. Я же тут была. Моя мама еще и с братиком, с Мишкой, которому 4 года. Просто супер. Ой, Сене. И выходит родители, детки, столько всего красивого. Я пытаюсь там высмотреть маму свою, не могу найти ее. И тут я понимаю, что мама не приехала, мама дела. Все будет хорошо. Виталий. 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 Сегодня ваши дети приготовили для вас блюда. Они работали в двух командах. А мы с Олей были их капитанами. Конечно, кто где работал, мы вам не скажем. Ну, чтобы вы оценивали объективно. Вы будете сами подходить к столам, брать блюда и пробовать их. Шановные гости, смажь ногу. Спасибо. Проще говоря, самообслуживание и моя мама, конечно же, идет первая до нас. Берем наш десерт, брем нашу закуску, вообще все берем. А как мы это все уменьшим делать? Давай десерт возьмем. О, наши десерты, наши десерты. Давай десерт возьмем. Хорошо, бери, бери, аккуратно только. На десертик, ты. Бери, аккуратно бери его, пошли. Они подбегают, значит, берут закуски, берут основные блюда, берут десерты. Начинают пробовать. Вот это вкусно, десерт. Как по-моему, да, в корице пахнет. Ням-ням-ням, как люблю такое. Ням-ням-ням. Вкусно? Да. Миша очень понравился десерт. Вин просто, если можно было видеть, Особенно он очень понравился, ему тюи, тюи ему очень понравился, потому что он любит всякие такие печеньки, какие-то хрустят. Вкусно? Сейчас они тоже будут расследовать. Сейчас начнется. Это было моей дочери. Там листочек лежит, как моя доченька. Как выкладывает моя дочь. Да. Вот точно так же. Мама не с пустыми руками пришла. Я такая, думаю, классно, Сеня, дегустатор тот, вот еще он там и все кустает. Я сколько раз, когда знаете, в долгой еды, там, на Новый год, Сеня, дайте то, дайте это, я все попробую. Сеня вот, он все тупо попробует. И еще и немало, и по кускус я здесь кушать он у меня, как бы, любит. Смотри, кота, вкуснятина. На, открывай ротик. А это курица там, да? Да, это курица. Честно говоря, как-то у красных интересно. Да, мне тоже вкуснее, у красных. Ну, моя мама, я надеялась на то, что моя мама увидит женскую руку и поймет, что я у Оли в команде. Я говорю, ну, с тобой я надеялась, что мама ее поймет. Ну, это я бафосно сказала, на самом деле я просто старалась. Значит, я в любом случае понимала, что мы должны выиграть, потому что, ну, надо приложить усилия. Адриан, присядь, пожалуйста. Мама. Присядь. Адриан так пошел, масло, и все подряд. Курица, ням-ням-ням. Ему больше всего понравилось. Буряк. Буряк. Бу, он очень любит буряки, буряк. Твой папа и моя мама сидят. Я уже знаю, за кого я голосую. За синий? Конечно. Сердечки, мясо. Это мой сын. Мама отличит мои сердца, которые мягенькие. И там чужие, они будут не такие. В чем фишка, типа, субпродуктов, их надо на большом огне, типа, обжаривать. А некоторые думают, что наоборот, на медленном. И они, вот, даже мама этим может отличиться. Я, Ирина, приехала к дочке Вики Сулиме покушать. Обе команды очень постарались. Все было очень вкусно. Ничего не было такого, что, можно сказать, вообще не прожаренное или невкусное. То есть молодцы обе команды. Но профитроли с печенкой это было самое вкусное. Вообще самое яркое ощущение из всего, что я попробовала. Вот, и если она не приготовила эти профитроли с печенкой, я не знаю, что я ей сделаю. Меня зовут Татьяна, я мама Софии Дедковой. Ну, если честно, я немножко в таком очень приятном шоке. Поразило то, что ты с таких продуктов, вот смотришь, да, это действительно, у каждого есть дома эти продукты. В принципе, там в холодильнике они действительно есть. Ну, чтобы вот так вот придумать и такая подача, и так сочетание вот это было. Мое материнское чутье, София, прости, конечно, если это не то, но я чувствую, вот, что София приготовила десерт с красной командой. Вот, нотка этого вот чутья материнского, что-то мне кажется. София, извини, если я ошибаюсь. Я приехала к своему брату Циле. Мне понравилось от красной. Десерт от красной. Он мне понравился, что они вкусно приготовили его. Можно два, скажу, голоса? А можно я? Может, он в синий? Нет, в красный. А в красный – это правильный ответ. Нет, побывала в синей команде. Я думаю, братик в синей команде. Меня зовут Наталья, я мама Аким и Даня. На самом деле мне понравились все блюда. Удивительно, как наши дети умеют готовить такие блюда, какого мастерства они уже достигли. Я думаю, что Даня был в синей команде. И закуска, там, куриное филе, зелень, сердечки куриные – это то, что мог приготовить Даня. В обычной жизни меня Даня кормит и меня такими блюдами. Меня зовут Наталья, я мама Никиты Литинского. Мы пришли сюда подержать нашего брата и сына. Скажи, как тебя зовут? Меня зовут Наталья. Я пришел к своему брату. Я попробовал буряк с листиками. Он мне очень понравился. Мой брат буряк. Я буду засинять. Меня зовут Ольга, я мама Насти Вороной. Если дети нас хотели поразить, то они это сделали. Это было просто полное потрясение, что дети так готовят. Это удивительно. Если бы можно было, я проголосовала бы за обе команды. Но если уж так по-честному, то меня больше удивило, поразило и просто восхитило именно красной командой. Ну, как бы мы убегаем, а их нет. Сегодня у нас трохи незвычайное голосование. Ваши батьки уже вдягнули фартухи кольору тієї команды, за яку проголосовали. И сейчас они по одному будут выходить и ставать поруч с командой, которая отдала голос. Привет, Ютуб! Давай определять лучшего маленького кулинара страны вместе. Подпишись на наш канал и не пропускай ни одного конкурса. Будь в курсе событий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...